ну что ж ребятки в этом ролике я вам покажу свой новый бизнес конечно же по превью либо по названию вы уже все поняли так что я приобрел таксопарк но за сколько я приобрел что я за него отдал отдал я пацаны почти все свое имущество поэтому видос реально будет интересный я расскажу почему как бы я ушел с дальнобойщиков перешел в такси там и так далее смотрите видео от начала до конца ставьте лайки ну и конечно же подписывайтесь на канал но если вы еще не играете на проекте мазин холлеплей то конечно же не забывайте вводить мой промокод пишите слэш мм 7 пункт промокод указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод полканов за этот промокод вы получите 450 тысяч его можно вводить на любом сервере мазин холлеплей но я вам могу пожелать только приятного просмотра приятного аппетита я думаю вы будете в небольшом шоке потому что это так что спонтанно получилось я сам не ожидал то что у меня так быстро будет таксопарк потому что как бы я хотел его купить но я планировал как бы ну в будущем там не знаю через полгода может быть но вот так вот все сложилось получилось и теперь я владелец таксопарка батырева ну что ж ребята за моей спиной стоит мой бизнес мой таксопарк яндекс такси я приобрел его сейчас я вам немножко расскажу как это получилось сколько я дал денег либо имущество там и так далее ну я думаю вы будете немножко в шоке потому что я реально дал за него много то есть его купили там за одну сумму и я предложил сумму которая была намного больше поэтому давайте все по порядку владелец кирюха полканов и яндекс такси как бы все красиво пацаны все шикарно я владею этим бизнесом получается уже второй день я купил его получается 26 числа ночью и вот сегодня второй полноценный день когда я владею вот этим просто шикарным бизнесом и давайте теперь расскажу за сколько я его приобрел в итоге я типа захотел таксопарка как бы мне уже знаете как-то надоело работать дальнобойщиком надоело заниматься компанией потому что это занимает много времени я решил почему бы не попробовать приобрести таксопарк в итоге мы написали там человечку он отказался продавать потом я говорю напиши то что я готов предложить там 500 миллионов у меня как бы налички не было у меня было имущество которое я оценивал в 500 миллионов рублей после чего он подумал и согласился в итоге я дал свою компанию вместе с фурами с наградами отдал бмв м5 и 34 и отдал audi r6 c8 на бмв были номера екх пятерки на резке были номера екх четверки просто думаю понимаете то что ну их как бы два понимаете всего два таксопарка поэтому их могли вообще не продавать могли просто залупиться сказать я продам за миллиард и в юшке сказать тоже допустим я продам за миллиард и все понимаете я бы ничего не сделал это такой бизнес понимаете то что ну здесь цену можно поставить любую какую захочешь ты просто ну человек допустим захочет себе такси он и даст и 500 и 600 и 700 зависит того как насколько хочет человек поэтому да я дал 500 миллионов данный человек до этого купил этот таксопарк за 360 миллионов или за 340 точно не помню короче он с меня неплохо заработал я дал ему компанию свою отдал две тачки он мне дал таксопарк ну что ж я предлагаю посмотреть что за эту сумму я приобрел как бы какие машины у меня в таксопарке какой процентом и так далее я сегодня вам это все расскажу то есть компанию знаете я я очень хорошо знаю то есть я занимался там 5 или 6 месяцев то есть эту систему я полностью знаю а вот такси для меня это что-то новое я никогда не держал таксопарк понимаете вообще никогда просто да я работал там в такси но никогда как бы у меня не было своего таксопарка поэтому первый час когда его купил я просто был шоке потому что я не понимал что мне делать что мне нажимать и так далее поэтому вот как то так пацаны это было реально жестко Давайте все-таки посмотрим, что я приобрел Пишем команду C-Menu Смотрим, получается, информацию О данной компании Компании, бля, таксопарк, пацаны Таксопарк, запомните Таксопарк Батырево, Яндекс.Такси Запомнили? Запомнили, все Получается, я приобрел Когда здесь было 55 наград Немножко наград пофармили То есть потихонечку, как бы, копим Зарабатываем награды Первое, что я хочу сделать за награды Это увеличивать места, потому что Здесь всего, получается, 50 мест А это, как бы, маловато, я считаю Автопарк, давайте я вам покажу Тоже у нас здесь есть машинки Все данные автомобили куплены за награды Я это проверил, я не знаю, зачем Потому что, как бы, ну, если покупать машины Мне кажется, намного выгоднее Покупать их за деньги Но почему-то кто-то, не знаю кто Какой именно владелец, решил Потратить награды именно на машины Ну, самая бого-тачка, мне кажется Из автопарка, это Инфинити Поэтому, как бы, тачки у нас, в принципе, есть Поэтому, если у вас вдруг нету личного автомобиля Вы можете приехать и Спокойно поработать у нас, как бы, на арендованной машине Поэтому, с этим проблем, в принципе, нету По поводу улучшений, как бы, я тоже это все изучил Там, чипы на машину ставить, не ставить Чип поставить на машину Такси стоит 25 наград Пока что я этого делать не хочу, пацаны Потому что я, в первую очередь, как я и сказал Хочу увеличить слоты И для этого мне нужно накопить 170 наград Чем больше будет мест, тем будет лучше В первую очередь хочу накопить награды на это Потом уже, не знаю, буду копить награды, допустим Чтобы обмен наград делать Да, пацаны, здесь можно обмен наград делать Но здесь не все так сладко, конечно, как в ТК Как в транспортной компании, но тоже неплохо 10 наград, это получается 60 тысяч В принципе, нормально Тем более, как я считаю, в такси награды копить легче Потому что у вас здесь всего лишь один конкурент Так, давайте я вам покажу рейтинг В принципе, как бы, вот так вот это все выглядит Вчера, кстати, у нас был рекорд Реально, вчера я просто охерел Вчера был первый такой полноценный день, когда мы работали И за день, за день мы сделали 2600 перевозок, пацаны То есть, это реально много, поэтому, как бы, реально рекорд, мне кажется Я даже не знаю, что вам еще здесь показать, рассказать Как бы, есть автопринятие, если что То есть, допустим, смотрите, вы прибегаете сюда Если, как бы, вы хотите вступить Вы нажимаете устроиться в таксопарк Если здесь есть места Сейчас их, как бы, нету Если будет место, то вы можете сами устроиться То есть, вас могут, как принимать замы Так могу я принимать Либо можете просто приехать вот сюда В Батырево, в таксопарк Забежать на меточку Если будет место, вот, устроиться в таксопарк и все Еще очень большой плюс То, что вы можете и находиться в такси И работать дальнобойщиком Как это работает? Давайте я вам покажу Просто пишите джоплявы, допустим Вот, джоплявы пишите Вы уволились с работы, но весь функционал В принципе у вас остается, у вас работает там С меню, то есть вы можете там смотреть информацию О таксопарке там и так далее То есть с этим в принципе проблем нету Также вы можете работать дальнобойщиком Вы просто уволяетесь в такси с помощью команды Джоплявы, и вы берете, просто нажимаете Начать работать, и допустим Ну давайте я арендую машину, и я могу Просто вот, допустим, взять рейс То есть это очень удобно, то есть с дальнобойщиком Пацаны, я уходить не буду, да, у меня есть таксопарк Но я также буду работать дальнобойщиком Когда мне захочется Контент с дальнобойщиками тоже в принципе будет Можете по этому поводу не переживать Смотрите, я не дала фуру, теперь давайте Допустим, возьму рейс, просто чтобы вам показать Вот, я могу спокойно рейс взять, пацаны То есть без каких-либо проблем Например, вы уже не хотите работать Вы хотите обратно вернуться в такси Вы просто берете, перезаходите в игру Просто вам надо вернуться в таксопарк Пишу команду Джоплявы И могу обратно устроиться в такси И дальше могу работать То есть все, пацаны Все элементарно и просто Вы можете работать в такси И работать дальнобойщиком на себя Вы не можете вступить там в транспортную компанию Но вы можете находиться и в такси И работать на себя дальнобойщиком Давайте теперь поговорим насчет премий Я думаю, многие об этом будут спрашивать многие у меня уже спрашивали, в ближайшее время премии не будет, это не из-за того, что я жлоб и не хочу платить деньги, просто у меня долг висит в 60 миллионов рублей, и мне его нужно отдать, то есть, чтобы нормально заработать с наград, нужно копить где-то 500-600 наград, поэтому, пацаны, в ближайшее время обменов не будет, и в ближайшее время премии не будет, я постараюсь, реально, за месяц отдать долг в 60 миллионов, у меня уже есть около 20 миллионов, в принципе, то есть, мне осталось накопить там 40 миллионов, эти деньги я буду зарабатывать с помощью такси финки, с помощью накатов такси, и буду подрабатывать еще дальнобойщиком, долг у меня висит из-за вот этой машины, потому что я ее собираю, как бы, и у меня на тот момент не было денег, поэтому я немножко позычал, я был должен там 80 миллионов, я вчера 20 миллионов отдал, и я как бы собирал эту машину, в нее я же вложил 170 миллионов, то есть, премии в любом случае будут, но потом, пацаны, сейчас, конечно же, их не будет, но сейчас вы можете, как бы, бесплатно заправлять машины, вы можете даже свои машины заправлять возле таксопарка, я как бы это не запрещаю. Я вас заранее предупреждаю, что это не очень прибыльная работа, то есть, эта работа подойдет именно для новичков, в основном, и я так считал, плюс-минус, за час в такси можно заработать, там, 200-300 тысяч, то есть, работа доступна с первого уровня, для новичка это просто идеальная работа, кто желает, можете реально приходить, просто заходите в игру, сдаете на права, идете, устраиваетесь в такси, берете машину, бензин бесплатный, как бы, вам всего лишь нужно ремки будут покупать, и все. Работа максимально легкая, удобная, но, повторюсь, не особо прибыльная, поэтому, если вы там хотите очень много заработать, то лучше идите на рыбалку, либо на дальнобойщики. Давайте еще пару слов скажу про имущество, то есть, да, я дал два автомобиля, очень дорогие автомобиля, да, E34, она мне нравилась, но, понимаете, машины, они каждый день дешевеют. Да, мне жалко и RS, и BMW M5 E34, но, в любом случае, я думаю, я сделал правильное вложение, я вложил машины, получается, в бизнес, довольно-таки интересный бизнес, который мне самому нравится. У меня осталось два автомобиля, то есть, я, получается, еще гелик продал, потому что, ну, блять, ну, мне бабки надо, поэтому я номера продал, гелик продал, хотя гелик тоже было жалко продавать. В итоге у меня осталось, получается, два автомобиля, это газон, третий чип аудио-нитрогидравлика и M5, который я до сих пор собираю, сюда осталось поставить третий чип, но, я думаю, это будет не скоро, потому что, как бы, надо долго дать. Я, в первую очередь, хочу сейчас долго дать, потом уже все остальное. Также у меня осталась семья и остался вот такой вот замечательный домик. Ну, и, конечно же, таксопарк теперь у меня имеется, я думаю, я сделал не зря, пацаны. Да, машины классные, машины прикольные, но все равно я особо на них даже не ездил, поэтому у меня осталось две машины, на Мурке я работаю в такси, а на Газоне я буду работать дальнобойщиком. Мне, в принципе, больше ничего пока что не надо. Короче, давайте покажу вам скилл таксиста. Мне его сначала выдали, 15 уровень, чтобы я купил таксопарк, потому что таксопарк можно купить только с 15 уровня. И потом я попросил, чтобы меня его забрали. И вот вчера за один день я вкачал 6 уровней. То есть качать скилл там, в принципе, не так сложно, но там поменяли систему. Раньше у вас каждый раз засчитывался. Сейчас там, чтобы вкачать один, допустим, опыт, нужно сделать там 3, 4, 5 заказов, понимаете? Поэтому вроде бы как бы сложнее, но я вот спокойно с нуля за день вкачал 6 уровень. Максимальный скилл таксиста это 50, поэтому посмотрим за какое время я смогу его вкачать. Ну что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео. Я вам попытался всё подробно рассказать, показать там и так далее. Я ещё не до конца во всём разобрался. То есть я там советуюсь с Банмором, потому что Банмор уже давно держит такси. Мы теперь с ним, так сказать, коллеги, понимаете? Поэтому я там у него что-то спросил, посоветовался. Будем разбираться вместе. Если что, приходите завтра на стрим, я буду стримить. Будем работать, разбираться. Возможно, что-то придумывать там и так далее. Поэтому, если что, приходите завтра на стрим. Все полезные ссылочки есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Если что, я играю на втором серваке, это Йеллоу. Поэтому приходите, я вас приму в семью, такси, кому надо. Помогу, чем смогу. В любом случае, я очень рад этой покупке. Я, конечно, сомневался, стоит оно того или нет. Дальнобойщики мне реально надоели. Тем более, транспортная компания занимала реально очень много времени. Заниматься таксопарком реально в сто раз проще. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.